Привет, мы Таня и Саша. Мы переезжаем в Литву из Челябинска. Почему именно в Литву? Особо не было выбора. Мой работодатель расширяет бизнес в Европе и предложил туда переехать, потому что нам нужны новые работники. С момента поступления предложения прошло около 7 месяцев. Все это время мы много рассуждали, думали, искали информацию. Сам процесс подготовки документов не был слишком сложным и непонятным, однако некоторая непрозрачность на каждом этапе все-таки присутствовала. Первая реакция на предложение о переезде была очень негативной, особенно с моей стороны. Во-первых, у нас были абсолютно другие планы, а во-вторых, знания о такой стране, как Литва, у нас были крайне малы и стереотипные и ограничивались какими-то моментами из 90-х годов. Я вообще не знал, где Литва находится. Но все равно сомнения появились, и мы начали искать информацию, и довольно быстро пришли к решению. Кстати, с удивлением заметили, что многие люди не пользуются по какой-то причине спутниковыми картами, хотя это очень классный источник информации. И несмотря на то, что многие карты там достаточно устаревшие, 10-летней давности и больше, тем не менее очень легко составить какое-то общее впечатление о стране, где ты никогда не был. И это очень здорово. Было ли сложно решиться? Вообще не было. Дополнительным стимулом явилась экология нашего города. Я живу в центре города всю свою жизнь в одном и том же районе и всегда любила свой район. И он всегда был очень хорошим, зеленым. Здесь было чисто и здорово. Но последние несколько лет обстановка стала стремительно ухудшаться. Сначала у нас перед окнами вырубили огромную рощу из тополей. И все выбросы, которые шли от завода, они стали постоянно спускаться в нашу низину. И дышать здесь совершенно было нечем. И постепенно обстановка становится все хуже и хуже. То есть с каждым годом дышать становится все сложнее. Несколько лет мы мучились. В итоге пришлось купить очиститель воздуха, без которого мы сейчас уже не представляем свою жизнь. Воду, понятное дело, уже давно мы пьем только в бутылках. И также вот весной произошло два таких довольно неприятных эпизода, когда мы просто вышли в воскресенье погулять. И я вернулась домой с отеком квинки. Просто распухло, и это было что-то ужасно. И второй раз так же, как мы вышли с ребенком на улицу, и ребенок просто вернулся в панике от пыльной бури, которая была в связи с тем, что в городе ничего не убиралось, пыль по дорогам. И это было действительно очень страшно. Ребенок вернулся просто в панике. И каждый такой вот момент являлся как бы такой капелькой, 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 к тому, чтобы абсолютно убедиться в том, что мы совершаем правильный выбор, и что нужно уже переезжать. И перспектива переезда в одну из самых зеленых стран Европы, таких как Литва, она, конечно же, нас подстегнула. Мы ничего не делаем со своей квартирой, все остается в том же состоянии, в каком и есть. Берем с собой только самые необходимые вещи. Мы поедем на автомобиль. Это наша первая крупная поездка, которую мы совершаем. Расстояние, которое мы проедем, будет 2700 километров. Первая остановка будет в набережных челнах. И посмотрим, что из этого выйдет. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые интересные видео о переезде в Европу.